привет друзья сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам и самой полезной траве под названием крапива сейчас я вам все покажу подробно расскажу посмотрим друзья вот перед нами канарейки и все эти манипуляции с травами надо делать пока май у нас на дворе и в общем по поводу крапивы когда отправитесь если отправитесь в лес возьмете с собой перчатки обязательно ну и секатор и вот такую будем рвать крапиву и так будем собирать сегодня с вами крапиву вот эту крапиву вот такая крапива я думаю никто не ошибется по поводу крапивы я сегодня ходил проверял ну и и так берешь руками она жгется ужасно тут все руки горят но на что надо еще обратить обратить внимание вот смотрите вот крапива и вот такая вот трава видите лист практически одинаковый вот так если сравнивать видите лист одинаковый но здесь вот эти белые штучки сейчас я вам поближе покажу в общем это это ложная крапива или как-то тихая крапива и называют я точно уже забыл как название но вот эту траву попугая можно но осторожность никто не давал вводите по чуть-чуть это потом чтобы не было неприятностей насчет этой травы и так заготавливать крапиву надо в мае самая лучшая заготовка это пока уберем чтобы не путаться самая лучшая заготовка крапива это в мае вот я нарезал в лесу вот такую вот пучок большой вот друзья прям так пошел на мешок нарезал обратите внимание я нарезал длиной примерно сантиметров 40 может сантиметров 50 я вот эту часть отрезаю вот эту вот эту часть отрезаю макушечку тут 20 примерно 10-15 сантиметров это я буду отрезать сушить канарейкам вот таким образом принципе руками можно аккуратно она не особо жгучая вот эти вот макушечки можно делать небольшие венички там по 5 по 6 веточек и подвесить в тенечке высушить а вот эту часть я могу сейчас ее просто помять обязательно помять ее вот таким образом ну она меня что-то уже не щипает особо хотя нет щипает в общем перчатку оденьте вот так помните это я попугаем повешу буду попугаев кормить и курей так это уже мята а вот такие венички сделаю и это будет непосредственно только для канареек значит так смотрите сейчас подробно объясню многие могут задавать вопрос чем кормить канареек в конце мая конечно друзья крапивой вот перед нами крапива кто-то называет ее крапива в общем ударение кто как вставит суть в том что вот крапива содержит большое количество макро микроэлементов друзья вот это самое основное макро микроэлементы в нашем деле это просто некоторые покупают специальные добавки кормовые которые стоят денег которые искусственные ну там сделаны они на натуральной основе возможно сделаны да на натуральной основе но друзья как ни крути это все химия а мы с вами берем отрываем вот такие корешочки то есть корешочки уже начинают заговариваться мы отрываем с вами макушечки потом наминаем их сейчас я перчаточки одену пока перчаточки одеваю значит крапива также просто сейчас чтобы не забыть все по порядку крапива содержит огромное количество аминокислот вот так наминаем аминокислоты друзья кто пользовался допустим чектоником там написано аминокислоты мы все думаю ух ты круто надо давать чектоник на самом деле вы просто в мае берете крапиву макушечки вот такие вот так мнете и вот эти уже мяты вот видите теперь я без перчатки беру вот даже вот здесь вот где нежная кожа вот все она не жгется аминокислоты здесь целы аскорбиновая муравьиная кислота все здесь есть мало того мало того крапива также содержит калий кальций магний железо сера друзья сделайте пожалуйста конспект вот видео крапивой потер даже ничего не покраснела то есть она абсолютно стала безвредная и вот такую мятую крапиву можно предлагать канарейкам в сезон то есть в мае сейчас я им сейчас я им установлю веточку не знаю посмотрим будут они кушать обычно у меня ели кстати у меня на грядках уже спеет клубника так что скоро будем давать клубнику канарейкам специально видео снимем вот видите друзья я установил листочек канареечка посмотрим будут они есть не будут в принципе они не голодные вон как они как они прыгают возле этой крапивы это у нас сегодня две самочки канареечки позируют так в общем на что надо особенно обратить внимание то что крапива содержит вот я сейчас уже вам перечислял и там я назвал серу дело в том что в конце мая у пти у первых птенцов канареек которые у вас вылупились в феврале в январе в конце мая у них начинается первая детская ювельная линька и вот как раз содержащая содержащая сера в крапиве наилучшим образом влияет на формирование пера что касается витаминов крапива также содержит витамины группы b вот то что мы даем яйца куриные перепелиные вареные то что мы даем личинки хрущатом канарейкам витамины группы b птицы всегда нуждаются в витаминах группы b вот я наминать буду сейчас пойду остальным канарейкам да ну а так имейте ввиду отрываем коротенькие венички делаем и сушим вернее сейчас мнем даем пока она есть а там в лесу когда вы будете резать вы срезайте вот эти вот в такое расстояние а там остаются у вас пеньки и эти пеньки потом в дальнейшем вы навещаете те лужайки где вы нарвете крапиву там будут новые побеги в эти новые свежие побеги снова срезаете таким образом вы продлите себе сезон мая то есть у вас будет двойной май удлиненный вы сразу взяли а потом пошли в средине лета снова сорвали макушечки свеженькие но кто не хочет собирать ходить в лес там или у кого-то есть приусадебное хозяйство кто не хочет ходить крапиву собирать или кто-то живет в квартирах в больших городах друзья просто идем в аптеку и покупаем сушеную крапиву есть травные аптеки и там продается крапива и в общем когда вы раздобудите себе крапиву помните что крапива содержит витамины группы b это 1 витамин е она содержит это 2 можно мять давать попугаем тем самым улучшается репродукция птицы то есть самцы охотнее идут в паровку самочки также охотно идут в то есть все зеленые травы улучшают репродуктивность это как бы у макрицы было и сейчас вот у крапивы это тоже есть имейте это ввиду помимо витамина b и витамина е также содержит витамин c витамин к витамин а витамин к договорился в общем витамин к и витамин а также есть каротин каротин у нас для чего используется для того чтобы канарейки были яркие то есть желтая канарейка станет ярко-желтой оранжевая канарейка станет ярко-оранжевый то есть цвет будет насыщенный какая бы она ни была зеленая насыщенная зеленая из лесу муравьи прибежали видите какие красивые также стоит сказать что витамины содержатся именно в листьях и в соке у кого есть возможность заготавливать сок этой крапивы можете тоже заготавливать сок на блендере измельчите выжмите через марлечку сок можно заморозить в холодильник и потом с водой разбавлять то есть такой вариант тоже можно и самое золотое правило канароводов и всех кто держит декоративных птиц перед тем как давать любую траву обязательно ее помойте также и крапиву но что касается крапивы смотрите там то ли можно сразу помыть потом помять дать или сразу помять потом помыть дать тут уже кто как считает лучше для себя тут кто как считает лучшим так и давайте но обязательно мойте друзья в общем о полезных свойствах майской крапивы я вам как мог рассказал на скидочку про витамины в принципе я вам все перечислил микроэлементы сера все что нужно для ваших птиц это будет самое супер в общем когда вы начнете давать эту крапиву будет май по возможности заготавливайте крапиву вы такие вот как я вам показал в начале видео вот эти вот где она тут валяется вот вот эти макушечки делайте венички сушите сушить обязательно в тени потому что на солнце витамины пропадают в тенечке высушите и вот эти вот листья когда вы их высушите вы их мнете в порошок в муку сминаете и будет у вас мука из крапивы я пока был в лесу комары меня покусали я пошел в шортах и в майке как на пляж надо было штаны одевать и какую-то водолазку плотную следующий раз обязательно пойду секатор тоже у меня еще помогли мне и в общем друзья насушите этой крапивы себе побольше сушите сделайте небольшие тканевые мешочки обязательно из ткани и там будете хранить свою вот эту муку из крапивы муку из одуванчика будете хранить в отдельном мешочке не надо смешивать потому что крапива по-своему может влагу тянуть одуванчик по-своему лучше пускай будет в розь но кто не будет собирать можно просто купить в аптеке уже готовую травяную муку из крапивы обратите внимание также чтобы остатки видите вот помет помет диких птиц такой листик можно оторвать и не заморачиваться с ним чтобы там мыть его вот оторвали выкинули и все у вас осталось чистое значит обязательно в теньке посушили помяли все получилось мука что мы делаем с этой мукой приходит у нас осень зима весна период подготовка получается вы будете молодняка выкармливать на этой муке то есть даете вы пророщенную допустим рапс или пророщенную пшеницу влажную семечки пророщенные все это посыпаете мукой из одуванчика или мукой из вот этой вот красавицы крапивы у петушка у моего сейчас вечерняя перекличка он кукарекает кур считает а другой ему отвечает так вот мукой можете присыпать любое влажное любое влажное питание то есть это может быть морковка вы на терку на крупную морковку натерли присыпали мукой из крапивы и предложили своим канарейка мука из крапивы вкуса никакого не имеет то есть она не горькая не кислая не соленая не сладкая если вы насыпите много ничего страшного вы не испортите вкус морковки или там вкус яичка и птица канарейка ваша с удовольствием будет кушать но я вам посоветую чисто от себя когда начнете пользоваться этой мукой первое время немножко сыпьте чтоб птица адаптировалась поняла что как это к чему это допустим много насыпьте она раз и есть не будет сказать что это за кеся меся какая-то вот так что друзья не теряем время отправляемся на заготовку крапивы вот смотрите вот здесь от листка уже начинает образовываться семена то есть она скоро будет цвести и вот это самое шикарное время для сбора перед цветением до того момента как она семена сдаст она до семена будет потом менее меньше будет содержать полезных веществ в себе в общем запасайтесь крапивой в сезон когда она есть свежая мните ее только обязательно в перчатках мните и кормите своих птиц накачивайте их витаминами как часто давать крапиву я не сказал крапиву крапиву давайте примерно два-три раза в неделю не реже не чаще хотя бы один раз в неделю побалуйте своих птиц крапивой они вам только это спасибо скажет в общем друзья я отправляюсь делать веники из этой крапивы я надеюсь я вам все нормально объяснил все понятно если кто-то что-то не понял пишите в комментариях до скорой встречи на моем канале всего хорошего здоровья вам вам и вашим питомцам до свидания друзья